приветствую всех с вами снова лев новый день новое видео поселка цитрусовый совхоз район села лохадзе день погожий солнечный теплый прогуливаюсь сегодня прогулка у меня младшая по просьбе одного из зрителей дойдем до пансионата сосновая роща побываем на пляже смотрим как там отдыхают люди много ли их но сейчас у него фонтана самом центре поселка цитрусовый совхоз в автобусной остановке небо сегодня для разнообразия пойдем через парк вообще есть четыре варианта как идти до моря скажем так два основных это вот там слева где вчера шел по автомобильной дороге потом здесь справа идет параллельно пешеходная дорожка не вот посередине сквозь парк сквозь территорию школы еще одна тропинка здесь никто не ходит вот но мы так вот с вами для разнообразия пройдем посмотрим как парк сегодня выглядит какие звуки здесь ну и традиционно скажу что здесь растут гималайские хедры кипарисы сумские сосны магнолии платаны катальпа яблони вон этот грецкий орех я прохожу и конечно же камфорные лавры вот эти вот мощные деревья это камфорный лавр из него делают камфорное масло зашли мы с вами на территорию школы ну тишину и пение птиц я не смогу передать траву косят но я единственное что хотел сказать еще по поводу от съемок фильма женщина в море которые в цитрусовом поселке цитрусово совхоза происходили вот тоже комментарий очень ценный получил там в одном из эпизодов где как раз потом в больницу приехал главный герой и мне очень очень напомнило это здание этой больнице вот школу школу здесь вот цитрусово но я знаете засомневался подумал что может быть все таки где-то в другом месте снимали но нет как раз таки девяносто втором году когда снимали этот фильм здание школы оно еще было цельным то есть вот видите сейчас это два отдельно стоящих корпуса это было одно здание и как раз вот этот эпизод то там и снимали вот просто дополнить чтобы ну вот смотри мы с вами проходим между корпусами в одном из них как раз таки и проводилась съемка фильма один из эпизодов территорию школу по видимо готовят новому учебному году читал новостях что учебный год начнется все как обычно вот те же предписание в общем-то по поводу андемии и абхазии тоже касается предполагается что вакцинироваться будут преподаватели но мне кажется здесь в абхазии все-таки не будет такой принудиловки обязаловки как это вот в россии и каких-то других странах я думаю тут все-таки выбор людям оставят эвкалипты сколько их тут несколько штук как-то снимал здесь по поводу 9 мая под дня победы большой-большое здесь мероприятие было есть на моем канале если не ошибаюсь 2019 года очень интересное тут выступление были дети готовились программа готовилась но потом бессмертный полк прошлись по совхозу сейчас мы с вами на территории пансионата сосновая роща вот эти сосны пицунские высоченные ох хочется тут дышать дышать еще раз дышать замечательный воздух ну и в плане звука здесь преобладают уже цикады где-то они там верхушках этих деревьев засели и издают вот этот звук стрекочущий тут всегда очень приятно прогуливаться булочка задремала уже вот пускай дышит с не этим замечательным воздухом этот мы проходим второй корпус а точнее это первый корпус сената с новой рощи нынешний второй вот этот почему говорю нынешний второй потому что раньше вторым корпусом был то здание которое сейчас является пансионатом ривьера это еще светские времена сейчас это где отдельной организации вот мы с вами в пансионате сосновая роща бывшей мизиуре ну или солнечных в переводе здесь сцена концерты проходят все возможно если немного пройти сторону вот второго корпуса девятиэтажного до мандариновой аллеи домики которых тоже отдыхающие живут и вот за ним тут еще этим домиком строится сауна здесь есть такое местечко в котором один из эпизодов как я понял тоже фильмы женщина в море снимался вот здесь тут сейчас кролики вольер с кроликами давайте попробуем это место осмотреть и сопоставим с тем что есть фильме примерно то здесь емкость бетон бетонных такой покрыта оболочкой и вот здесь по-видимому сняли в то время какой-то эпизод так вот она сауна тут настраивается интересно будет то сходить когда они делают наверное уже следующий год будет следующий сезон кролики поставлю коляску ушастые бегать мы так и смотрим а потом сравним с тем что фильм есть это технические сооружения ну вот режиссер фильма нашел их интересные для какого-то эпизода это тут главный герой наш бродил тофе Продолжение следует... 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 туристической эта улица, потому что вот такие вот строятся здесь отели, гостевые дома. Это из новенького то что. В общем-то уже все достроено. Судя по всему только внутренняя отделка осталась. В этом году они еще не открылись. Возможно в следующем. Оттуда мы пришли и доехали мы с вами прямиком до рощи Пицунских сосен. Здесь проходная. Мне нравится этими кнопочками играть. Пройдя еще немного, вышли мы с вами на пирс. Он действующий. Корабли сюда приходят, загружают, разгружают. Краны вот эти вот действующие тоже. Слева, значит, это будет у нас общий пляж. Дальше пляж пансионата Кудры и еще дальше пансионата. Снова роща. Ну а если справа там еще один пирс, более высокий. И если по пляжу идти минут 10-15, то выйдем в Алахадзе, улица Шаумяна. Нахожусь на пирсе. Вот где-то здесь, на берегу, сидел главный герой фильма. Женщина в море. И вот сзади него были строящийся корпус московского НИИ. Как я понимаю, он совсем недолго просуществовал этот НИИ. Потому что в 92-м году, если только еще достраивали его. В общем, немного он проработал, похоже. И вот второй еще. Я вот не совсем еще точно могу сказать, вот который из них ленинградский, который московский. Ну вот, в общем, тут от двух городов были НИИ. Собственно, один московский, другой ленинградский. Какой-то из этих. Оба они фактически из себя сейчас представляют заброшки. Без окон, без дверей. Но, по сути, остаются еще охраняемыми объектами. Вода прозрачная. Вот здесь уже, в принципе, довольно глубоко, а я все равно дно вижу. Видно, горы отсюда открываются. Там, вдали Гагра. Идем по пирсу. И еще хочу сказать, что сегодня ровно 4 месяца, как мы находимся в Абхазии. Приехали мы в конце апреля сюда. Ну, если стоять вот так вот по направлению к берегу, то с правой стороны пирса, говорят, есть заданувший корабль здесь по водой. Даже в какое-то время, все-таки, его вроде как видно. Я, честно говоря, ни разу не видел, но неоднократно мне про него рассказывали. Ну, что ж, на этом видео я буду завершать. Спасибо за внимание. Если было интересно, пришлось по душе видео, ставьте палец вверх, оставляйте ваши комментарии. Делитесь, подписывайтесь. Все это помогает развивать канал. Ну, а с вами был Лев из Абхазии. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Рыбки, да, плавают. Видно прямо. Да. Ой, как много еще. Так, много тут рыбы. Так, открыто она плавает. Прямо у кирса. Идем тут вдоль берега. Я вот что-то засомневался. Может быть, и здесь главный герой-то все-таки находился. Потому что вот здесь я вижу недострой, а как бы каркас будущего НИИ. И, может быть, это оно было в кадре как раз, в фильме. Кто знает, уточните, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, и тут вот, собственно, мы поближе подошли к основному общему пляжу. Герой. Герой до конца. Ну, и там, смотри. К圳. Ави. Коминетры. Арим. 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 Субтитры сделал DimaTorzok